Всем привет! Спасибо вам за то, что смотрите эти монологи, за то, что пишите комментарии. Комментарии мне читать очень интересно, да и вам, я думаю, тоже не безинтересно их читать, потому что споры разгораются там нешуточные, я же наблюдаю за этим, да и не всегда отвечаю, потому что иногда просто нет времени, уж извините, успеваю только прочитать скорее, и за дела, за дела, за работу, за работу. Но то, что я сейчас скажу, не является моей работой, так же не является и рекламой. Я просто напоминаю о том, что 24 февраля в клубе «Космонавт» в Санкт-Петербурге состоится международный фестиваль музыки «Битлз» и классического рока. Принимают участие группа из Кубы «Филаритмика» и «Елль Гонзалес», а также Александр Загренский, группа «The Silent Gang», «The Zeppelin», «Light My Doors», «Дорога жизни» и какие-то еще отдельные гости. Фестиваль будет длиться, по-моему, что-то около 4 часов. Будет музыка «The Rolling Stones», музыка «Битлз» обязательно, «Let Zeppelin», «Дорс» и много-много чего хорошего. Так что приходите в клуб «Космонавт» 24 февраля в Санкт-Петербурге, улица Бронницкая, 24. Это не реклама, я за это денег не получаю, если кому-то это интересно. Я получаю только удовольствие от пропаганды хорошей музыки и хорошего времяпрепровождения. В этой связи я вспомнил про группу «Let Zeppelin», о хорошей музыке, а именно о флосинке «Let Zeppelin 2». Вот такое переиздание у меня есть 2014 года. Вот такое, я сейчас его покажу, такое красивое, большое. Ну, оно мало чем отличается от оригинальной версии, от оригинальной пластинки. Ну, а, конечно, почищен звук, конечно, все, так сказать, приведено в нормальное состояние. В нормальное, я говорю, потому что на оригинальном издании там с динамикой есть определенные проблемы. И в некоторых местах бас там так перегружен, что не всякий проигрыватель сдюжит без искажений. Ну, те, кто занимается винилом, меня поймут. Бывают моменты, когда пластинка записана так, что вообще игла слетает с нее. Ну, этот тираж выбраковывается и делается новый. Ну, на «Let Zeppelin 2» там есть места, где немножко, извините за выражение, не буду говорить «нет-нет». Ну, немножко возникают искажения на низах из-за такой динамики при записи. Здесь все это приведено в норму. И здесь есть еще варианты песен, не вошедшие в альбом. То есть такие ауттейки, да. Ну, зато написано, в каких студиях что производилось. Альбом записывался, как вы все знаете, наверняка, в пяти или шести, или семи, или восьми, или девяти студиях. Все они не упомянуты, потому что это был период бесконечных, беспрерывных гастролей, беспрерывных концертов. И Плант, или Пейдж Плант, по-моему, говорил, что в Нью-Йорке мы, когда у нас выпадали два часа свободных, мы бежали сразу в студию, которую нам кто-то находил, там, Питер Грант или кто-то. И за эти два часа, там, полтора часа что-то быстро записывали, хватали эту пленку, бежали дальше, ехали на концерт в другой город. И вот эти пленки копились, 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 потом накопились, потом все это Джимми Пейдж и Эдди Крамер свели в течение двух дней. Насколько можно верить источникам. Мы все читаем, в принципе, одни и те же источники, все это доступно. Все зависит от количества времени, которое мы хотим потратить на поиски этих источников. Ну, в общем, пластинка записана довольно хаотично, но, тем не менее, вот это у меня еще одна такая пластиночка есть, англичанин. Правда, не первопресс, но оттуда, из 70-х, все равно из 70-х такая вот пластиночка. Я люблю этот альбом, хотя редко слушаю Ледзеппель, но очень много музыки вокруг. Так вот, альбом записан достаточно хаотично, потому что писали его по кускам, действительно, в разное время, в разных студиях, в разных городах и на разных континентах даже, более того. Потом все это собрали вместе, но, тем не менее, он очень цельный получился. Очень цельный, такое ощущение, что сели в одной студии и записали там в течение недели или двух прямо вживую. Потом наложили кое-что там в партии, и получилась такая удивительная пластинка. И что я хочу сказать. Пластинку эту все слышали, конечно, все ее любят. По косточкам все разобрано уже, где какая песня, где кто что где играет. Но это самый яркий пример того, что я для себя сформулировал совсем недавно. Действительно, совсем недавно. Сколько лет я слушаю Ледзеппелин, там, со школьной скамьи еще. Но сформулировал я это для себя совсем-совсем, вот буквально в этом году. Потому что, во-первых, все пластинки Ледзеппелин отличаются одна от другой. Нет ни одной пластинки, которая была бы похожа на предыдущую. Они все разные. Причем разные совсем. И внутри этих пластинок песни тоже совершенно разные, если говорить о стилях. Если говорить о стилях, да. Они вообще не выдержаны, нет единого стиля. И когда кто-то говорит или пишет, критики пишут в основном, да, что Ледзеппелин – это группа блюзовая, да, опирающаяся на блюз. Ничего подобного. Ничего подобного даже близко нет. То есть она опирается на блюз ровно в той же мере, в той же степени, в какой опираются на блюз все группы тяжелого рока, 70-х годов, там и Дипеппел, и Ричи Блэкморс с бесконечной игрой пентатоники. Причем удивительной игрой, потому что он не играет скучно пентатонику. Он играет все время по-разному, неожиданно, и ярко, и непривычно, и удивительно. Но, тем не менее, все равно блюзовые корни там очень крепкие. И Блэк Саббат, и все, кого угодно, кого не возьмите. Блюз везде присутствует. И в Блэдзеппеле он тоже есть, безусловно, его много, но кроме блюза тут черт ногу сломит. Первый альбом, да, первый альбом как бы уходит в блюз, и то там не везде далеко. Далеко не везде блюзовые вещи. А здесь, собственно говоря, и Джимми Пейдж говорил, что я очень люблю блюз, но кроме блюза и восточная музыка, и фолк, и много-много чего еще в музыке Блэдзеппеле. И называть ее блюзовой группой я бы никогда не стал. И не буду больше никогда. Потому что здесь такая через полосица, такой винегрет в хорошем смысле. Вот даже на этом альбоме, all that love, понятно. Да, блюзовый риф сначала, блюзовый риф. Но потом средняя часть, беспредельная психоделия, спейс-рок, как угодно можно называть, с этим самым термин-боксом, вот этим, да, и всеми остальными чудесами. Какой там блюз? Что вы? Ну, все замечательно и все круто. What is and what should never be? Вторая песня. Джазовая, джазовый запев и заигрыш. Просто около джазовый совсем. Можно сказать, что и блюз, да, там тоже присутствует. Но тем не менее. Потом переходят вдруг неожиданно в прямой тяжелый рок, безо всяких блюзов, уже просто прямой, как шпала, как рельса. Потом опять уходят около джазовой вот эти истории. Очень интересно. Ну, The Lemon Song, если брать, который, он же Killing Floor. Начинается все хорошо, да, тяжеленный, блюзовый, такой вот запев, заигрыш, извините за такой термин, с невероятным тембром гитарным. Непонятно, как это сделано. Что использовал Джимми Пейдж? Как, ну, такой чудесный тембр, аутентичный, уникальный. Никто не повторил этого. И все вроде бы, вроде бы хорошо. Да, Howling Wolf сразу там приходит на ум. Все, все круто. Но потом неожиданно, бац, какой-то очень простой кусок рок-н-ролльный, хорошо сыгранный, да, но в бешеном темпе. Потом опять туда же, в блюз, но уже с другой динамикой. Потом опять этот рок-н-ролльный кусочек. И вдруг переходит просто в около джазовый джем. Натуральный джем. В конце песни явно собрана, конечно, из кусочков, но выстроена в единое полотно. Ну, так же, как там, я не знаю, вторая сторона, Abbey Road to Beatles, да, которая тоже собрана из кусочков, но слушается монолитно. Так же и с этой песней. The Lemon Song. Очень здорово. Thank you. Скажите мне, где там блюз в песне Thank you, я вам что-нибудь подарю. Кстати, эта песня мне не нравится. Несмотря на то, что это там Ладзеппелин, да. Ну, такая баллада. Баллада довольно, в общем, довольно стандартная история. Другое дело, что музыканты, да, сыграно, все спето, все блестяще, прекрасно. Heartbreaker на второй стороне. Ну, да, на блюзовой основе тяжеленная история. Stop time и безумное соло, которое уж никак не блюзовое. Где-то там что-то начинается, но потом полный какой-то полет сознания Джимми Пейджа. Очень хорошее соло. И обратно приходим в тяжелый рок-heartbreaker. Living, loving, made she the woman. Очень странная песня. Такое ощущение, что ее написала группа Kings, или даже группа Hollis. Особенно вот это двухголосие, когда... Living, loving. Такое ощущение, что вот эти парни в костюмчиках такие играют вот эту околорок-н-ролльную штучку. Абсолютно песня, такой биг-бит 64-го года. Просто очень тяжело сыгранный. Послушайте внимательно. И по мелодике, и по ритму, и по структуре. Это абсолютно такой вот Kings 64-65. Но очень-очень тяжело, очень громко и мощно, и серьезно. Ramble, он одна из любимых вообще песен моих, если говорить о Led Zeppelin. Странная, смешная перкуссия. Я не знаю, по чем и почему стучал, барабанил Джон Боном. По коробочкам, по столу, или по чему-то другому. Или вот так, не знаю. Очень здорово. И тоже меняющаяся структура, меняющаяся динамика, меняющийся ритм. Все время меняется. Очень много музыки в каждой песне. Очень много разнообразия. Прогрессив-рок практически, да? Наверное, так. Ну, Moby Dick. Все хорошо. Все хорошо. Барабанное соло классическое. Харистоматия просто рок-музыки. Учебник любого барабанщика. Хотите научиться играть на барабанах, начинайте с Moby Dick. Пытайтесь делать так же ровно, по динамике. Так же четко по ритму, по долям, по всем делам. Хотя с игром такое ощущение, что на раз просто. Так все. Оба-на. И понеслось. Bring it home. Bring it home. Да. Это уже классический блюз. Да. Только настолько усложненный, настолько замороченный, что это вам не Чикаго и не Техас, конечно. Это английские умищи решили сыграть что-то такое вот в блюзе. И сыграли и с гармошкой, и опять со сменой динамики, и опять громко-тихо, громко-тихо, тихо-громко, и наворочено «Будь здоров как». Что еще я могу сказать об этом гениальном совершенно альбоме? О том, что это, конечно, Джимми Пейдж. И кто бы что ни говорил, там в интернете очень много специалистов гитарных, гениальных музыкантов, гениальных гитаристов, которые знают и умеют все. И говорят, что Джимми Пейдж – это вообще прошлый век, и так сейчас не играют. И играет он плохо, играет он криво. И мы играем лучше. И показывают, как они играют лучше, полную чушь, на самом деле. Никому не нужный хлам. Ну, что касается играет, криво играет не ровно, «The Lemon Song», если брать во втором такте, да, там запинание отчетливо слышно, да. Его же слышно и в соло «Heartbreaker». Сколько хочешь, если начать копаться, там полно этого. Но это все сыграно живьем, это все сыграно прямо перед тобой. Да, несмотря на то, что в студии, несмотря на то, что заобработано, обработано. Пейдж у Мища, продюсер, один из лучших продюсеров рок-музыки, наверное, Джимми Пейдж. Другое дело, что он продюсировал в основном Блэк Зеппелин, сам себя, но спродюсировано гениально. Настолько по звуку все это выстроено, выверено, придумано, фантазийно, что, боже мой. И вот эти запинки, вот эта вот грязька, которая, он же, что вы думаете, он не мог сыграть чисто, конечно, мог, но он это не убирал, потому что это давало вот этот драйв и жизнь. Он записал, послушал, да, мне нравится, оставляем, оставляем так. Вот и все. Поэтому не надо ругать Джимми Пейджа. Это гениальный, абсолютно рок-музыкант, гениальнейший гитарист. Так же, как и все остальные музыканты Лэд Зеппелин. Что здесь делает Джон Пол Джонс с бас-гитарой? Это просто чудеса. Вот эти все джазовые истории, которые и в Лемон Сонг, и в других песнях. Это удивительно, это удивительно. Так что я пошел пить, а вы переслушайте еще второй Лэд Зеппелин и найдите там то, чего вы не находили раньше. Там очень интересно копаться в партиях, в музыке, в звуке. И, в общем, это бесконечная история, на самом деле. Можно слушать десятилетиями. И каждый раз что-то новое там находить. Все, пошел пить, пока.